Я выбирала малину, сын копал картошку, а он пришел, подошел и ногу положил, на ногу голову положил и сел под ногами и все. Он очень слабенький был, он еле-еле шел. Он не в состоянии был кушать, я его заливала сначала силой, а потом через два дня он уже начал кушать жабу, кушать рыбку. Сначала с козой жил, а потом он начал жить с курями. Хочет пить, просит пить, щелкает клювом, хочет есть, просит есть. Если что-то не получилось, не наловил чего-то, значит за пол уберет, ходит следом, он как собака. Тут он будет в компании, тут люди, которые его просто выдержат. Дети мои сюда приезжают, внуков сюда привозят, поэтому мы договорились и приехали. Мы решили, что тут ему будет хорошо, тут их много, ему что-то будет лучше, чем со мной. У нас пополняется семья наша Аистова. На следующий год мы их выпустим. Если они пожелают улететь, да, со своими сородочами, они улетят. Если нет, они будут находиться в нашем парке. У нас они находятся на озере Лебедином там, свободно они ходят, гуляют, ловят лягушек. То есть, ну, для них созданы все условия для содержания. У нас по территории сейчас 12 Аистов гуляет свободно. Субтитры подогнал «Симон»!